Всем привет! Сегодня мы поговорим об очень амбициозном проекте в мире под названием Липаса. Отметим его особенности и перспективу развития, а также узнаем, насколько этот проект интересен для нас. Липаса – это мифологическая виртуальная жизнь, концептуализированная командой художников и созданная энтузиастами блокчейна. Видение состоит в том, чтобы создать экосистему, которая позволит пользователям создавать, использовать и монетизировать свои контенты и приложения. Каждое творческое произведение в Липаса является токеном NFT – ERC721, и всегда принадлежит его владельцам в блокчейне Ethereum, предоставляя им полный контроль над тем, где и для чего они хотят его использовать. В последнее время люди проявляют огромный интерес к виртуальным мирам, как для отдыха, так и для получения опыта. В отличие от других виртуальных объектов, Липаса не контролируется централизованной организацией. Не существует единого органа, обладающего полномочиями изменять правила программного обеспечения, содержания, экономику токенов или запрещать другим лицам доступ к ним. Появление крупных платформ социальных сетей, таких как Facebook и TikTok, позволили сотни миллионов пользователей собирать, взаимодействовать, обмениваться контентом и играть в игры. Все эти платформы контролируются централизованными организациями. Липаса стремится создать платформу, которая позволит создателям контента владеть и в полной мере использовать их вклад. Внедрение криптоактивов все еще находится на ранней стадии. Инфраструктура на основе блокчейна делает ее надежной для создателей и владельцев. Ценное предложение Липаса для разработчиков приложений и игр заключается в том, что они могут в полной мере извлечь выгоду из экономического взаимодействия между своими приложениями и пользователями. Чтобы обеспечить такое экономическое взаимодействие, платформа позволила бы торговать тремя вещами – криптотокенами, цифровыми товарами и услугами. Несменяемый токен – это новый и захватывающий продукт на рынке предметов роскоши, поскольку криптосообщество благословлено в денежном выражении, но текущее предложение недостаточно зрело для монетизации рынка. NFT находится на ранней стадии во многих аспектах, и есть много надежных вариантов использования для потенциального бизнеса в текущей ситуации. Приведу пример. Искусство, виртуальный ландшафт, игры, анимированные предметы, коллекционирование. Эти четыре категории считаются наиболее перспективными в качестве NFT, и в будущем Липаса будет обслуживать их все. Для нас важно знать экономику токенов и то, как мы собираемся использовать эти средства. Распределение токена будет происходить следующим образом. 1% публичная продажа, цена 0,1 доллара, цена листинга 0,15 доллара. Стратегическое и частное распределение 10% должно быть внесено в список, а затем ежедневно распределяться в течение 365 дней. Базовый резерв через один год, ежедневное вложение в течение 365 дней. Маркетинг и развитие бизнеса, 10% от листинга, затем ежедневное вложение в течение 365 дней. Ликвидность 20%. Предоставленных до листинга, затем ежедневное вложение в течение 365 дней. Команда. Через один год ежедневное вложение в течение 365 дней. Советники. Через один год ежедневное вложение также в течение 365 дней. Вот так будет использоваться финансирование. 40% средств будет направлено на поддержку развития. Маркетинговые действия, такие как стратегия выхода на рынок, составляют 20% от общего объема привлеченных средств. Юридические и бухгалтерские услуги составят 10% от общего объема привлеченных средств. 30% средств будет использовано для обеспечения ликвидности бирж. Поскольку Липаса была концептуализированной командой художников, она способна предложить коллекционные предметы мифологической фэнтези с уникальным дизайном в качестве токена NFT против токена Лепа. Эти NFT хранятся в виде токена ERC721 на блокчине Ethereum и могут быть интегрированы в другие блокчин-проекты. Ценные предложения Липаса для держателей NFT заключаются в том, что они могут в полной мере извлечь выгоду из экономических взаимодействий на нескольких торговых платформах NFT. Дорогие друзья, на этом наш обзор завершен. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!